так дальше мы поговорим про следующий раздел хирургии травматологии он очень тесно связан с ортопедией и в гуманной медицине эти два понятия неотъемлемые потому что нельзя быть там травматологом и не быть при этом ортопедом то есть эти два понятия и все патологии которые там происходит диагностируются и лечится они все взаимосвязаны и так травматологии это раздел медицины изучающий воздействие на организм различных травмирующих факторов а также последствия и методы их лечения существует большое множество видов травм вот основные из них это ушибы и ссадины вывихи переломы растяжения компрессия тканей такое можно наблюдать при болезни межпозвоночного диска когда дисковое вещество смещается просвет позвоночного канала и ткань спинного мозга испытывает сдавление длительное или компрессию всевозможные раны кусанные колотые резные огнестрельные какие угодно или политравмы это когда там у животного может случиться несколько видов ран но такое бывает там при падении с большой высоты или автотравмах когда прежде не не только там про двигатель аппарат но и внутренние органы вот примеры ссадин вывихов здесь вывих плеча вы их тазобедренного сустава разные вариации переломов перелом предплечье очень часто случается у карликовых пород собак здесь это следствие автотравмы колото резные раны за эту собаку можно не беспокоиться дело в том что нож находится в лицевой части черепа они в мозговой здесь рано выглядит как скальпированная но тем не менее она имела очень интересную скажем историю эта собака которые поймали некие волонтеры и завязали ей морду завязали морду те тем чем что было под рукой а под рукой была бечевка такая синтетическая бывает бумажная у них была синтетическая не завязали морду посадили в вольер собак убежала несколько дней бегала завязанной мордой естественно пытаясь все это снять ну и потом поймали другие волонтеры привезли к нам в клинику в результате длительного скажем сильного натяжения вот на эти ткани собаки все это прорезалось огнестрельные раны очень коварные и очень страшные по своему травмирующему фактору потому что скажем при огнестрельном ранении происходит два вида травм первое от самой непосредственно пули которая попадает в организм сминается при движении ткани и выходное отверстие в разы больше чем входящие и второй момент есть так называемый эффект кавитации когда пули заходя в ткани затягивают за собой большой объем воздуха и при схлопывание края раны происходит своего рода такой внутренний взрыв когда воздух сильно раздвигает окружающие ткани вот здесь на баллистическом геле видны контуры той раны которые внутри и когда поступает пациент с огнестрельной раной надо иметь ввиду что внутри у него вот что-то будет похожее в зависимости от того скажем какой пули или каким патроном его ранили здесь вот на снимочке рядом есть примеры разных пуль разных калибров и соответственно у них вот эти кавитационной полости абсолютно у всех разные но тем не менее достаточно выглядят такие разрушительные чаще животные попадают с ранениями от травматического оружия очень много к сожалению любителей просто пострелять в животных вот и слава богу это крайне редко заканчивается для животного гибелью принципе диагностики в ортопедии то есть травматологии такие же как и в ортопедии ничего нового физикальный осмотр но единственная разница что здесь обязательно надо осматривать внимательно пациента потому что он приходит не просто с какой-то ортопедической болячка он приходит уже с травмой здесь надо внимательнее осмотреть физикально этого пациента для того чтобы понять его необходимо экстренно поместить в отделение интенсивной терапии стабилизировать или можно не спешить или даже можно там моего лечить хирургически обязательно проводится ортопедический осмотр неврологические и также специальные методы исследования такие как энгенографии к т мрт и при необходимости ларингоскопии изофагоскопия гастроскопия реже колоноскопия лечение травм бывает терапевтические суть которого заключается в том что накладываются те или иные мобилизирующие повязки компрессы или обрабатываются ссадины хирургическое лечение заключается в первичной или повторной обработке ран различных вариациях остеосинтезов и протезирование связочного аппарата иногда пластики мягких тканей если повреждения обширные и этого требуют остеосинтез бывает на костным внутри костные через костные и комбинированные вот пример сейчас будет на костного остеосинтеза здесь выполнил панкарпальный ортродез накосная пластина который фиксирует участок перелома винтами интермедулярные остеосинтез используют штифты последнее время стараются переходить на блокируемые штифты потому что фиксация блокированными штифтами отломков гораздо лучше устраняется ротационная подвижность здесь пример фиксации вывиха плечелопаточного сустава мы видим винтики но не видим шовный материал который фиксирует как раз ну находится в образно от этого винтика идет сюда и от этого сюда таким образом выполняет своего рода протез связки вариации аппарата внешней фиксации классически это аппарата лизарова и просто аппарат внешней фиксации у собаки со сложным оскольчатым переломом челюсти и опять же все эти пациенты в послеоперационный период часто требует приема реабилитолога и парочку клинических случаев клинический случай номер один летучая мышь без клички случайно залетела хозяйки в дом то есть тошно крича и махая тапочком сбила такие эту летучую мышь убедившись что она и никак не угрожает положил ее в коробочку и принесла в клинику в клинике обнаружили что она тапочком сломала ей плечевую кость в результате был выполнен остеосинтез плеча и летучая мышь благополучно потом уехала в зоопарк где сейчас и живет клинический случай номер два это двухлетняя собака которая поступила в клинику небольшая весом 10 килограмм в анамнезе драка с другой собакой в результате чего у данного пациента пропала опороспособность эту собачку укусили за спину и при поступлении в клинику собаки отсутствовала опороспособность и была сомнительная болевая чувствительность что говорила очень сомнительных прогнозах на восстановление было выполнено мрт обнаружен участок компрессии смещение позвонков на уровне 13 поясничного 13 грудного и первого поясничного и был выполнен остеосинтез на костным зафиксированы вот в этом месте у нас был перелом отломки были зафиксированы и через три недели у собаки появилась не идеальная но пока опороспособность ну и с каждым днем собаки опороспособность улучшается вот травматологии ортопедии достаточно таки объемные разделы медицины которые обладают каким-то безграничными возможности в плане саморазвития поэтому те кто выберут это направление ну вы будете обеспечены саморазвитием самим самопознанием на всю свою жизнь так что те кому интересно пожалуйста дерзайте спасибо